Приветствую вас. Первый вопрос, который нужно, наверное, задать вам, это вопрос, касающийся депрессии. Ну, как вы назвали свое состояние. Значит, откуда вы знаете, что у вас депрессия? Вот конкретно вы откуда знаете? То есть как бы у вас есть диагноз, и если есть диагноз, то с ним, с диагнозом нужно работать. То есть там нужно лечение, и лечение это не предусматривается каких-то отговорок, вот, и так далее. Вот. То есть это мне кажется, ну, первый аспект, который нужно выделить. Второй аспект, второй аспект, который нужно упомянуть, заключается в том, значит, если у вас семья фактически. То есть, ну, реально, если у вас семья, потому что, то есть вы ругаетесь, ссоритесь и так далее, то есть вы говорите, что, а, значит, дети ваши, а не ваши, ну, они ваши мужем, вот, это наводит на определенное размышление о том, что возможно, возможно, все-таки семьи, как с кого и нет. Нет, в таком случае, этот момент нужно отслеживать. Обязательно. То есть этот момент, на мой взгляд, необходимо отследить. А вот, значит, соответственно, есть ли что загранять, есть ли что разрушать. Дальше, значит, вы пишите, что по глупости выйти замуж в восемнадцать лет. Именно по глупости. Получается. А что конкретно по глупости вы сделали? То есть, вот, давайте разберем этот момент. Попытаемся разобрать. Хотя бы. То есть, на что вы давали, например, свое согласие. И так далее. Это очень важно. Дальше. Идем. Значит, так, есть двое детей, живем с родителями. А почему вы завели детей, хотя у вас, как вы говорите, нет своего сырья, да, и так можно сказать, что вы, ну, не свободны. Почему вы завели детей тогда? Вот. То есть, на мой взгляд, это очень важный момент. Как так вышло, что вы завели детей? То есть, ну, вы же как-то этот вопрос решали. Вы же пришли к какому-то выбору, к какому-то заключению. Вы же как-то действовали. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть, я бы хотел, чтобы вы этот момент для себя определили. Вот. Вот это важно. Живем с родителями без стивы, но, опять же, выделили выбор. Я очень устал. Я нужна свое жилье. Нужно, чтобы никто не лет в воспитании моих детей. И вы думаете, вы считаете, что, значит, если вы уедете, к примеру, если вы будете жить отдельно, к примеру, то вы считаете, что, значит, может, соответственно, вашим, ну, никто не будет вмешиваться, ну, ваши отношения с детьми. Вы считаете так, вы считаете, вы считаете так. Вот. Получается. Хотелось бы, чтобы вы, конечно, обозначили свою позицию здесь почетче, потому что она выглядит несколько странно. То есть, то, что родители вмешивают в воспитании ваших детей, это говорит о том, что вас не все в порядке с личными границами, с обстаиванием, в том числе своих личных границ, а не с тем, что вам можно и нужно куда-то, например, уезжать, и что это решить вашу проблему, вот. То есть, на самом деле, не решить с личными границами у вас проблема будет даже та, вот. А родители, они, родители мужа, я имею ввиду, они будут воспитывать вас даже на расстоянии, вот. То есть, для них это не будет проблемой то, что вы где-то там. Кроме того, если они... Если ваш муж, образно говоря, это позволяет сделать сатус, если ваш муж не оберегает вас от своей семьи, да, не проставляет личные границы, вот. Что я думаю, что вам не поможет, а переезд в другое место, вот. То есть, тут мне кажется, вы не в том направлении смотрите и двигаете. Дальше, значит, так, значит, уговариваю мужа переехать на сынную квартиру, а какой ему мотив? Мотив. Вот вы говорите, что уговариваете своего мужа, а какой ему мотив переезжать? Кто ему даст переезд? Ему. Не вам. То есть, ну, если вы говорите, что он должен переехать, да, да, вот, если вы считаете, что он должен переехать, ну, пусть и вместе с вами, да, но это не важно. Если вы считаете так, то, соответственно, для него должен быть мотив, должен быть мотив это сделать. У него либо есть этот мотив, либо его нету, этого мотива. И вопрос заключается в том, можете ли вы замотивировать своего мужа переехать, ну, вот, куда вам нужно. Ведь это траты, это, там, денежные затраты, прочее, 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 ваш муж этого не хочет, это, в общем-то, логично, в общем-то понятно, что муж этого не хочет. Вот, ну, ну, так, какой ему стимул это делать? Замотивируйте его. Покажите ему, что он от этого выиграет. Дальше. Так, постоянно ругаемся с ним, для того, что меня ничего не устраивает, он их проблем якобы не видит. Ну, смотрите, вы пишите, меня ничего не устраивает, а ругаемся мы с ним. То есть вы взяли и благополучненько так свою ответственность за свой выбор, например, свой выбор жить с ним, вы взяли и благополучненько так на него перекинули. То есть, проблемы у меня, они устраивают меня, но ругаемся мы. Вот. Ну, и совершенно очевидно, что здесь имеет место быть психологическая игра, скандал. Ну, вот. Может быть, может быть, есть еще какая-то игра, вот, в которой вы играете здесь, в данном случае, в данном направлении. Вот, это нужно также поисследовать, поисследовать. Вот. Ну, мне видится такой аспект, мне видится такой момент вашей ситуации. Ну, вот момент вашей истории. Так, тут надо исследовать ваши взаимоотношения с мужчиной. То есть, для чего вы ругаетесь, почему вы ругаетесь, да, и самое главное, почему вы продолжаете. А, ну, тут, как, как бы, если у вас отношения не ладятся, вот. Что, нам необходимо, необходимо определить, почему вы придерживаетесь этой модели поведения. С ним. Не другой, а этой модели. Вот. Дальше. Значит. Так. Значит. Вы пишите, что... из-за чего конфликты и скандалы у вас с его отцом? Почему именно вы? Ага. Скандалите с ним. Ну, отец. Ладно. А вы... Почему скандалите? Сами. Вот. Дальше. Значит, из-за чего, да. То есть, вы сами вкладываете... Вносите вклад в скандалы. Вы сами. Сами. Я, конечно, с детьми смогу. Есть кое-какие накопления, но не хочу выручить нашу семью. Ну, опять же, это вопрос о семье возникает, да. То есть, является ли семьей то, вот, как сейчас ваши отношения реализовывают. То есть, является ли это семьей. Мне кажется, что нет. Ну, это, опять же, так видит со стороны. Далее. Вы пишите, прошу, помогите. Помочь вам всем, что вы хотите. Какой запрос будет к психологам, собственно говоря. То есть, вы хотите, ну, если вы хотите, например, чтобы мы помогли вам разобраться в себе, поможем разобраться в себе. Если вы хотите гармонизировать отношения с мужем, поможем гармонизировать отношения с мужем. Вот. Ну, одно я знаю совершенно точно, что дети страдают очень сильно от того, как вы сейчас живете. И если вы действительно беспокоитесь за свою семью. Вот. Что я, ну, категорически не рекомендую вам, значит, продолжать пытаться ее сохранить. Потому что это не сохранение семьи, это скорее, не знаю, цепление за какую-то иллюзию семьи. Понимаете? Понимаете? Какая штука. К сожалению. К сожалению. Это сцепление, просто, просто сцепление за, значит, ну, за иллюзию семьи. И все. И не более, не более того. Вот. К сожалению. Опять же повторю. К сожалению. Потому что, когда и если вы хотите, допустим, когда и если вы любите, любите, например, допустим, своего мужа, да? Ну, к примеру, к примеру, к примеру, да? Вот. Если вы любите своего мужа, своего мужа, то в этом случае вы хотите сделать его счастливым. Понимаете? Вот. А здесь же речь не идет о том, что вы хотите, ну, что вы хотите его сделать, Счастливым, понимаете? Вот. Что-есть, это такой момент. На мой взгляд. Вот. А вот. Вот. На мой взгляд. Дальше. Дальше. Значит, аспект следующий. Как-то рано вы вышли замуж. Если честно. Как-то ну очень рано, на мой взгляд, вы вышли замуж. То есть я, конечно, не знаю, но на мой взгляд, в 18 лет вы выходите замуж явно рановато. Вот. Значит. Так что здесь нужно поисследовать. Что с вами произошло? Нужно поисследовать какие цели и желания вы преследовали выходя замуж за мужчину в 18 лет. Вот. Для чего вы этого, ну для чего вы это хотите? Зачем вам это и так далее? Вот. Это очень важно. Это очень важный момент. Вот. В принципе. Ага. Значит. Такое. То есть это, в принципе, такой аспект, который я считаю вам нужно рассмотреть для себя. Вот. Смотреть. Особенности своих целей. Вот. Особенности своих желаний. Да. И возможно больше ориентироваться все-таки на себя. Ну потому что, значит, 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 ну совершенно очевидно, что вы ориентируетесь здесь чересчур на других людей, а не на само себя. То есть, естественно, ну довольно негативно отражаются на вас. Вот. Я бы рекомендовал вам посмотреть на свой запрос. То есть, что конкретно вы хотите от психолога. Что конкретно вам нужно. От психологов. Чтобы мы все-таки смогли, смогли вам помочь. Вот. Чтобы мы смогли для вас что-то сделать. Ну и, соответственно, возможно, понадобится вам пообщаться не только с вами, да, но и с вашим мужем. Возможно. Вот. И так далее. Но это все, опять же, только при условии, если вы сами этого захотите. Вот. Вот так. Можно ответить вам на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.